новейшая история японии как принято думать началась 1854 году с революцией мэйди еще революция мэйди не наступила коммодор мэтью перри приплыл к берегам японии на так называемых черных пароходах с тех пор такой существует эфемизм black ships черные суда что означает это почти что blackmail дипломатия канонерок это было хуже это было хуже до black ships означает предложение от которой нельзя было отказаться выстроил свои суда их назвали черными за черного дыма и черного цвета над строек направил орудия на японский берег и сказал что если япония не заключит договора свободный торговля сша он будет бомбардировать побережье демократия пришла в японию да и в 19 веке все было в 1854 году был заключен канагарский договор о свободной торговли между сша и японией и перри вскрыл консервную банку японского изоляционизма страной правил тогда последний из щогунов токугава он заключал договор и формально юридически оказалось так что император был ни при чем кому делегировано управлять страной тот отвечал за свои решения токугава подписал ему было деваться некуда потому что если бы перри разочек залпом выстрел по токио который на берегу как известно находится то токио сгорел бы также как он горел в 45-м году японцы были абсолютно беззащитны как какие-нибудь абориген новой гвинеи перед куком я смотрю у них такие древние традиции то обстрелять эту атомную бомбу сбросить и что назначал договор о свободной торговле американские купцы предприниматели при приплывали в японию продавали все что хотели а в японии покупали по выбору то что было покупать японии там еще не было кроме товаров народного промысла и предметов искусства в то время когда мануфактурные изделия промышленные изделия и куча всего это можно было привести японию продать золото из зебро и все хорошо и японцам то это поди какие-нибудь проблемы зверские породило да тут же тут же они увидели сразу зияющую пустоту своего технологического и промышленного отставания и они поняли что хоть они себя мнили наследниками солнца и великой культурной нации они просто детишки в коротких штанишках перед остальным миром и тогда император который принял имя мэйдзи пришел к выводу что и политическую социальную экономическую структуру государства необходимо срочно менять и вот в 1800 в 1864 год это вот революция мэйдзи или реставрация мэйдзи по-японски мэйдзи ищин в чем суть реставрации император вернул к себе верховную власть в стране еще он как верховный правитель был низложен причем такугао добровольно отдал свои полномочия деваться было некуда император создал парламент стал набирать министров правительство создал кабинет правящий и формально и де-факто все правления ушли к нему последний счет он такой глава ушел в отставку революция была поначалу как бы мирной но глава такой глава 300 лет правил японии он обладал колоссальными средствами я думаю что его богатство можно было сравнить вот если россию взять с богатством князей ясуповых если не ошибаюсь четверть всех земель принадлежал только такугаве четверть у такугава была собственная армия его клановая княжеская армия и хотя он ушел в отставку но за ним сохранилось его имущество его состояние и он был конечно колоссально богатым и влиятельным человеком даже после отставки но никакая мирная революция без войны не обходится само собой было сразу после этого возникло две локальные войны локальные но довольно таки крупные крупные войны это война бассейн дело в том что хотя власть как бы переход во время революции меди передавалась как бы по вертикали то есть от князи такугава наверх к императору но на одном уровне с кланом такугава были еще другие княжеские кланы которые с ним имели многовековые счеты и прежде всего это было сатсумское княжество сатсума это княжестве на территории острова кищу это представляем да хочу большой кищу южнее крупный самый такой крупный столица город кагосима вот и вот княжество княжеская династия симадзу она имела очень долгие счеты к такугая а тут такугава взяли да изложили и они казалось так что южное княжество тут же объявили себя самыми яркими ярыми сторонниками монархической идеи самыми ярыми союзниками реформ который проводит в идее ну а за одну и такугаву попинаем вот его не изложили теперь его можно попинать и тут же стали они воевать конгломерат трех южных княжеств с щегуном что они хотели от такугава они хотели у нее забрать то имущество которым обладают у него было колоссальное повторю имущество в результате этой войны южное княжество выиграли и очень быстро в чем дело за время такугавского изоляционизма япония все же западом и с другими иностранными державами торговала но торговала там контрабандой незаконно и торговали именно южные островные княжества у них был самый сильный флот они прекрасно ходили в китай на тайвань они же оккупировали кенову они ходили дальше всем они ходили в индонезию они контактировали с французскими голландскими купцами и конечно они торговали и до начала реформ императора мэйди они же были упакованы более-менее современным но тот период огнестрельным оружием больше знали о военных технологиях и когда возник так называемый киотский инцидент солдаты княжества такугава вооруженные там мушкетами фитильными кремниевыми какими-то оружиями а их встретили сатсумцы вооруженные современным чем меркам винтовка первые залпы и самураи такугава побежали роняя железо и бросая коней все было очень быстро в результате такугава не только не изложили его подвергли жестокой конфискации его имущество все отправили его на север но он дожил до старости сам мирно тихо в своем небольшом поместье выращивал чай какие-то там поделочки делал может быть подстригал эти как бонсай да да бонсай и спокойно даже никто его не трогал в тюрьму его естественно никто не сажал убивать не убивали а отдал имущество все живи спокойно ну видимо унижения в этом случае было достаточно да и в результате этого сложилась такая ситуация что в японском правительстве ключевые посты занимали выходцы из трех южных княжеств которые только что попинали ногами дохлого вышедшего в отставку льва и тут возникла такая фигура которая является легендарной в японской истории который очень много написанной памятники ему стоят до сих пор по всей японии вот это сайго такабори это очень интересный персонаж он был самый сатсумец из знатного княжеского рода получил прекрасное классическое китайское конфуцианское образование он был естественно потомственный военный он очень большие заслуги снискал в войне международной войне бассейн он был военным или по военно морским министром потом он занимал очень высокие посты в правительстве и даже одно время руководил кабинетом но в какой-то момент сайго такомори выразил протест против политики императора точнее не против политики императора против политики основного правительства который назначил император в чем дело император подверг жесточайшей кастрации самурайские привилегии ну мы знаем что было запрещено особое наношение оружия закон хай торей самураем запретили рубить беззащитных крестьян и горожан это это перебор традиционный обычай гомен кирисутэя он был запрещен самураев лишили государственного содержания и пенсии вообще было очень много их можно было превратить в обычных граждан для того чтобы они просто работали они работать не привыкли они привыкли только получать деньги числиться на службе и ходить с оружием по стране туда-сюда что с ними делать никто не знал некоторые считали что стране на тот период был 400 тысяч профессиональных военных это сумасшедшая сумма они ничего не умели только махать железками и не хотели наверное да там были разные идеи некоторые люди требовали чтобы они поехали завоевывать в очередной раз корею канализировать куда да 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 вот некоторые требовали сохранить их просто родовые привилегии и получилось так что сайга такомори вот он только что защищал императора только что он свергал токугао только что он активно работал в кабинете министров выступил с протестом его отправили в отставку он уехал к себе домой в кагосиму потом он собрал армию и выступил против центрального правительства эта война 1876-1877 годов и называлась юго-западная война центральное правительство тут же снарядила армию его разбили вот он в последней битве финальной получил ранение в живот его товарищ отволок в какой-то заброшенный деревенский дом и пока его армию били ружья и пулеметы совершил себе харакири верный ассистент его ординариец отрезал ему голову голову спрятал нашли тело только сайгу один из аммониофф этого японского слова означает последний отсюда взялся фильм последний самурай сайгу самурай буквально по-японски там правда немножко другие иероглифы там не иероглиф последний там имя собственное но вот если по-японски произвести сайгу самурай будет учить последний самурай вот этот фильм был собственно снят про это хотя там очень многое изменено самое интересное что сайга такамори стал народным героем моментально хотя бы как бы вот если наши он был контрреволюционер сначала революционером потом он стал контрреволюционер его убили казнили сторонников его разгромили но при этом со стороны императора лично никаких последствий серьезных например для его семьи для его сподвижников не последовало его младший брат был министром сельского хозяйства и торговли он таким остался его если не ошибаюсь на юродный дядя был министром флота он таким и остался семья как сидела в токио так и продолжала сидеть потом младшего брата назначили на хоккайдо возгуляет комитет по развитию хоккайдо он туда приехал хоккайдо было в ужасе потому что они решили что он приехал сейчас опять соберет армию опять вызовет против токио уже младший брат да и так или иначе сайга такомори остался народным героем подоплека была проста он требовал сохранения самурайских привилегий дворянских самурайских привилегий поэтому огромная масса людей ему сочувствовала огромная масса людей хотела это но не понимали не получилось кроме того он геройски погиб он был человеком видимо по личным качеством выдающимся очень обаятельным очень умным не очень интересно изображают на памятниках и гравюрах он любил гулять с собакой его изображают одетого европейский костюм с галстуком рубашечкой на голове котелок но поверх европейского костюма отец традиционные японские самурайских халат и накидка хаори на ногах не ботинки а сандалии гита у него за поясом торчит два мяча на поводке собака какая типа такси и зонтик красавец ну тогда была такая эклектика европейский костюм и и традиционные формы остались вот так гулял по парку с собакой мечи носил он даже был князь и вот он погиб сатсумское восстание подавили император железной рукой навел свою власть стране продолжил свои реформы многие сатсумцы потеряли свои посты и тихо уехали естественно домой таких жутких репрессий в тот момент уже времена были вегетарианские уже так аккуратненько с людьми так не то что вырезали до седьмого колена жен любовниц детей внук как положено уже уже перестали к тому времени пропала япония в народе естественно появился слух устойчивый такой вот конспирологический слух что сайга такамори не погиб нашли же тело голову не нашли и очень долго муссировался слух что он уехал и уехал в россию причем некоторые японцы говорили вот мы были там в красноярске мы были там на сибирске или там семине и видели его он был то в казарме в какой-то военной мы видели его он ходил вот точно он уехал к русскими что-то замышляет ну мы хорошо знаем элвис жив до майкл джексон жив кто-то у нас еще даже брюс лиджев дим моррисон жив кобейн жив все живы да вот помните мы говорили о тайре минамото минамото погиб совершился пуку но у японцев с тех пор с начала 13 века существует теория что он не погиб а удрал на континент в северной китае в дикие степи и стал чингисханом я не шучу я не это поддерживаемая устойчивая конспирологическая версия и многие могу многие японцы верят что чингисханы чингизиды это потомки минамото след не шучу они и вот среди всех монголоидных иностранцев вам монголов выделяют и в общем привечают и довольно таки приветливо вот не случайно у них так много борцов сумма монголов огромное количество да и там все эти знаменитые эти асачёру и все их югодзуна там очень много монголов и они в монголию ездят инвестируют в монголию занимаются интересуются монголии очень и вот у них есть такая вот легенда я помню с одним японцем разговаривал с моим товарищем и я ему рассказывал про это я думал а вдруг он не знает вот мы русские вот смеемся над этой идеей минамото жив он меня слушал слушал и говорит сергей сан вы знаете что с тех пор вот с с войны гемпей все японцы делятся на тайра и минамото я говорю знаю он говорит так вот я тайра я расскажу есть более вот это отвлеклись уже есть более сумасшедшие вот до чего людей доводит конечно такое около научной мракобесии интернет есть вот место я я такое прочитал есть это вот представьте нельзя есть люди которые считают следующее так как минамото не погиб стал чингисханом потом он и его потомки завоевали пол мира это минамото но они обман голились и уже стали этнически немножко другими потом как известно монголы предприняли попытку захватить японию два неудачных похода хан кубилай там с китайским флотом там цунами камикадзе все мы это знаем так вот некоторые деятели конспирологические такие гении говорят историки все врут на самом деле монголы захватили японию и полностью и оккупировали и они с тринадцатого точнее уже да с конца тринадцатого века стали новым обновленным самурайским классом японии и это монголы но монголы такие через минамото и они вернулись домой захватили то что им полагается их родные вотчины вернули себе свое но так как они этнически уже поменялись за 50 60 лет 70 летом пребывания на континенте захватив захватил власти непростолюдинов воспринимали как чуждо себе народ и на самом деле никто не знает самураи и японские простолюдины это этнически разные группы поэтому именно так они жестоко и относились к христианам торговцам и прочим низшим слоям потому что это был чужой народ поэтому они их резали топили угнетали на самом деле это замаскированное такое вот монгольская монгольская оккупация это вот когда это слушал у меня возникло ощущение что я смотрю какой-то фантастический фильм типа чужого японского самурая у него так раз и вылазит этот чужой а это монгол весело там у них да и сага такомори напомню в 1877 году он погиб его простили семью простили памятники мы потом построили попозже про него написали масок не массу книг массу стихов написали он имеет до сих пор в памяти в японской один из поздних идеалов самурая который мужественно отставил свои принципы был честен откровенен не страшась ступал в борьбу с превосходящим противником достойно проиграл и достойно погиб совершив хракири искренний откровенный сильный человек типичный психопат агрессивного круга самурай да самурай а